Народный контроль, общественные организации города проверили главные стройки нефтеюганска. За пять лет этот дом вернул к жизни и подарил надежду на счастливое будущее более чем 100 зависимым людям. Шаги до независимости. В Нефтеюганске ведется большая работа по реабилитации наркозависимых. Я не буду это отсылать, ну что? Дорогой, представь, что моя мама уехала. Жить на позитиве. КВНщики Нефтеюганска готовятся отметить День молодежи. Город встал. Дорога на набережной закрылась на два месяца. Причина ремонтной работы – расширение с двух до четырех полос. Сегодня в обед автолюбителям пришлось добираться до пунктов назначения в объезд всего города. Дорогу на набережной закрыли, как и обещали, 27 июня. За пару месяцев здесь планируют поменять 550 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении. Перенести освещение, видеонаблюдение, поменять канализацию и ливневку. Помимо расширения дороги до четырех полос, угол наклона спуска от ЗАГСа планируют уменьшить. Здесь будут ездить рейсовые автобусы. Специалисты городской администрации приносят свои извинения за принесенные неудобства. Чтобы хоть как-то разгрузить потоки, в ближайшее время перенастроят работу светофоров. Сегодня состоялось очередное заседание Думы города. В повестке дня значилось 25 вопросов. На этапе обсуждения повестки депутаты исключили пункт о собираемости налогов в бюджет и внесение изменений в прогнозный план приватизации на 2014 год. Отметим, что народные избранники проголосовали против трех вопросов, касаемых налогообложения. Повышение коэффициента ставки налога на вмененный доход, земельные и имущественные сборы. Администрация предложила увеличить коэффициент ставки этих начислений на 0,1%. А парламентарии большинством голосов не поддержали эту инициативу. Главным вопросом заседания стал отчет главы города о работе в 2013 году. Около пяти часов продолжалось последнее заседание Думы весенней сессии. Народные избранники обсудили более двух десятков вопросов. Большинство из обозначенных пунктов были приняты единогласно. Например, думцы внесли изменения в городской устав, генеральный план города и правила землепользования. Также единодушны были депутаты в вопросах, касаемых исполнения бюджета за первый квартал этого года и внесении поправок в главный финансовый документ. Освоение денег из городской казны, предусмотренные на реализацию целевых и ведомственных программ, у народных избранников также не вызывало вопросов. Кто заданное решение, прошу проголосовать за. Кто против, воздержавшись, единогласно. Помимо вопросов основной повестки дня депутаты дали ряд поручений администрации. Подготовить материалы к рассмотрению в сентябре касалось это в первую очередь жемчужины Югры. Напомним, объект планируют сдать в начале осени. Народных избранников интересовало, кто будет непосредственным собственником комплекса и на что будут потрачены средства, вырученные от аренды коммерческих площадей. Вопрос оперативного управления, эксплуатации и содержания предстоит обсудить на ближайшем заседании комиссии по экономическим вопросам. Кто заданное решение, прошу проголосовать за. Также администрации поручено провести так называемую ревизию всех спортивных площадок в микрорайонах города, досмотреть возможность размещения отдельной площадки для стритворкаута в 8-м А микрорайоне, а также предоставить информацию о подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. Среди поручений было еще одно, касающееся выделение полумиллиона рублей для проведения спортивных мероприятий среди людей с ограниченными возможностями. Самыми обсуждаемыми стали результаты работы главы города за 2013 год. Отчет депутаты утвердили, но мнения разделились по поводу оценки. В результате с разницей в один голос думцы признали отчет неудовлетворителем. Как шло обсуждение, вы сможете посмотреть в нашем эфире в понедельник, 30 июня. Анжела Галиева, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Наедине со своими проблемами в нашу редакцию обратились жители дома 36 в 11-м Б микрорайоне. Они жалуются на бездействие управляющей компании, которая отказывает им в просьбе убрать мусор, лежащий во дворе. Оценить масштабы проблемы выехала наша съемочная группа. По рассказам жителей, в мае, в день городского субботника, все соседи вышли во двор, чтобы убрать мусор, который оставил застройщик. Для этого даже за собственные деньги закупили специальные мешки. Весь хлам в них поместить не удалось, поэтому и сложили небольшие кучи за домом, поближе к дороге. СИП «Спецстрой» вывез хлам с площадки, а вот стройматериалы из травы убирать не спешит. Соответственно, у нас недоумение и негодование. Мы могли бы, конечно, мусор принести, под подъезд положить, для того, чтобы это была территория именно управляющей компании. Но мы исходили из того, чтобы управляющей компании было удобнее там собирать этот мусор. Ну и, конечно, хотелось бы взаимопонимание с нашей управляющей компанией. Помимо прочего, жильцы жалуются на отсутствие необходимой инфраструктуры. Некоторые сетуют, что детям гулять попросту негде, и они вынуждены бегать в соседние дворы, чтобы поиграть на площадках. Нет ни дорог, ни площадки. Пока дойдешь, особенно в межсезонье, весной и осенью, грязь по колено. То есть надо болотные сапоги одеть, чтобы до ближайшей площадки дойти. Уже живем пока здесь. Второй ребенок родился. То есть площадки как не было, так и нет. Застройщик советует жильцам обращаться в департамент ЖКХ. Но там, по словам жителей, обещают завершить работы не раньше 2015 года. Тамара Греку переживает, что территорию вокруг дома благоустроят слишком поздно, когда ее дети уже вырастут. Хотелось бы обратиться к администрации города, к управляющей компании, к застройщикам, чтобы они наконец смогли решить, кто должен был сделать нам какие-то благоустройства для жителей нашего дома. Когда будет благоустроен 11-й Б микрорайон? Этот вопрос интересовал и общественников, которые вместе с главой администрации вчера вечером отправились на экскурсию по главным стройкам нефтеюганска. Делегация за три часа успела посетить начальную школу номер 6, 17-й микрорайон, новое училище и дом для одиноких пожилых горожан. Это здание пустовало лет 10 за это время от уютного детского сада. Здесь остались только стены. Сейчас абсолютно новая начальная школа номер 6, готовая уже на 80%. Здесь полностью все коммуникации новые, полностью. Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение. Везде теплые полы. Везде теплые полы на первом этаже. Согласно плану, который, к слову сказать, прошел все уровни экспертиз, здесь разместятся две группы дошкольников и еще девять младших классов. Это должно перекрыть потребности восьмого микрорайона. Едем сейчас на 17-й микрорайон. Затем, как быстро взмывают в небо, эти дома следит весь город. Вот только побывать за забором удается не каждому. Свечки, так многоэтажки называют строители, будут лицом нефтьюганска. Два панельных домов больше. Два панельных домов 16-этажных. Так, два, еще плюс. Три свечки вот эти будут. Это первый этап строительства. И дальше еще больше дома. Сетей здесь практически нет. Сейчас мы проектируем сети. Мы сможем запитать от 15-го микрорайона 2-3 дома. И все. На этом у нас резервы закончились. Речь идет о водоснабжении, тепле и канализации. Вопрос с электричеством решили водом в эксплуатацию подстанции «Южная». Всего в 17-й микрорайоне возведут 100 тысяч квадратных метров жилья. Это порядка десятка новых домов. На сегодня строится два дома. Это вот дом, который, как называется, арендный. 11-й дом. Здесь пятиэтажный. Доходный был арендный. И дом на продажу. Это фонд жилища. Здесь трех подъездов, там четырех подъездных. И это еще не все. Уже в этом году в 11-м Б микрорайоне начнут строить еще два дома. В первых месяцах 2015-го столько же. Здесь же, в районе нового профучилища, появится современный спортивный комплекс. А вот благоустройством подрядчики займутся на этой неделе. Дострою детский сад. Так что здесь микрорайон полностью готов. Травка здесь будет через неделю. Это значит. Зеленая. Ну придешь сюда, естественно. И вот сегодня мы организовали экскурсию по важным строительным объектам, которые введены в эксплуатацию, которые будут введены в эксплуатацию, для того, чтобы руководители общественной организации понимали масштабность, необходимость и развитие, то есть движение вперед. По-настоящему индустриальное здание профессионального училища было сдано еще в марте. Современный учебный комплекс готов уже в сентябре принять 800 первых учеников. Как заверили специалисты, проблем с педагогами нет. Какие профессии будут здесь? Здесь у нас 14 профессий должно быть. Это значит оператор ЭВМ, повар-кондитер, слесаря, сварщик, электрики, значит слесарь кип автоматики, парикмахер. Еще здесь будут учить слесарей нефтяного оборудования и строителей. Двери училища откроются не только для нефтеюганцев. Специальное общежитие готово разместить 200 студентов. Просторные холлы, тренажерные и спортивные залы. Рабочим осталось только расставить мебель и оборудование. Общественники оценили масштаб учебного заведения. На сегодняшний день всем нашим общественным организациям интересно, что делает у нас глава администрации Вячеслав Акиндинович. Мы смотрим и мы понимаем, что работа идет полным ходом. Работаем мы полностью всеми довольными объектами. Кроме того, как заверил Вячеслав Арчиков, представители общественных организаций входят в состав всех комиссий при администрации. Сегодня диалог между активистами и муниципальными службами – одна из главных задач на всех уровнях. Только так можно учесть интересы всех горожан. Устранить пока никто не пострадал. Сегодня специалисты административной комиссии Департамента градостроительства проехали по стройкам, хозяева которых нарушают правила содержания площадок. Собственники, которые не желают ставить забор или содержать территорию в чистоте, заплатят штрафы. Ресторан «Старый замок» десятки лет назад был самым популярным заведением Нефтьюганска. Сегодня злачное место в 11 мая – еще и опасная зона. На окнах решетки, крыши вовсе нет, а стены скоро рухнут. Все бы ничего, но только на развалинах играют дети. Они убежали, когда их нагнали, но это дети что. Они подавались, через некоторое время опять здесь крутятся. Забил тревогу неделю назад Григорий Лебедев. Казак проезжал мимо и увидел, что часть здания скоро рухнет на прохожих. Обзвонил все инстанции. Итог – красная лента, которая не ограничивает доступ. Кто хозяин, пока неизвестно. Но специалисты обещают узнать, и тогда владельцу придется либо снести здание, либо обеспечить его охрану и, конечно, заплатить штраф. С наложением административного штрафа на граждан от 500 рублей до 5000, на должностных лиц от 5000 до 15 и на юридических лиц от 25 тысяч до 50 тысяч рублей. С начала года административная комиссия составила 11 протоколов о нарушении правил благоустройства. В седьмом микрорайоне, например, стоят остатки старых гаражей. Но, кажется, блоки не мешают только автовладельцам. Здесь образовалась стихийная парковка. Разрешение на возведение торгово-офисного здания есть. И предписание собственнику уже вручали. На данной строительной площадке мы видим полное отсутствие ограждения строительной площадки. Разумеется, никакого информационного считания. Никакой безопасности ни для жителей близлежащих домов, ни для жителей всего города. Тем более, что напротив находится у нас детская поликлиника. От жителей 15-го микрорайона в ОДН уже поступали заявления о том, что на стройке играют юные горожане. Это и неудивительно. В заборе есть лазейка, сквозь которую можно попасть на стройплощадку. Должны быть на данных участках информационные щиты, освещение. Должна быть охрана, которая будет препятствовать доступу. Хотелось бы обратиться к собственникам данных конструкций, что есть свободный доступ. И в эти, будем так говорить, места проникают дети. Наши дети города, которые играются и могут нанести себе травму. По улице Мамонтовская, например, возводят торговый центр. Ограждение деревянное и полуразрушенное. Хотя закон обязывает ставить металлические конструкции. И главное, для жителей должен быть организован беспрепятственный проход. Правда, таких мест в Нефтьюганске не так много. По закону, рядом со строительной площадкой застройщик обязан проложить пешеходную дорожку или соорудить на стил. Шириной не менее полутора метров и обязательно с козырьком. Главное, чтобы здесь могли спокойно проезжать мамы с колясками или люди в инвалидном кресле. День открытых дверей в госнаркоконтроле «Скажи наркотикам нет» и другие просветительские мероприятия и акции прошли в Нефтьюганске. Главная их цель – рассказать молодежи о вреде и последствиях употребления одурманивающих веществ и привлечь к здоровому образу жизни. Об этом репортаж Светланы Ряписовой. Героин, гашиш и марихуана уже не в моде. Производители и сбытчики наркотиков предпочитают синтетику. Хотя по цене разницы нет, но вот кайф острее, а способ приготовления дешевле и проще. Однако даже дети, которые пришли на день открытых дверей в госнаркоконтроль, знают, что исход может быть плачевным. Я бы отказалась и очень грубо отказалась. Попросила бы этого человека, чтобы он тоже отказался от этого. И больше никому не предлагал, чтобы никого не затягивал к этому. Я бы не хотела, чтобы наркоманов становилось все больше и больше. С начала года сотрудники госнаркоконтроля выявили более 120 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Спецназовцы изъяли 31 килограмм одурманивающих веществ. Ликвидировано три организованных преступных группы, которые осуществляли деятельность на территории региона. В отношении 15 лиц, которые входили в состав данных групп, избранные меры по сечению этих заключений под стражу. Также на сегодняшний день у нас закончено по производству в суд одно большое уголовное дело на 40 эпизодов преступной деятельности в отношении членов организованной преступной группы, 7 человек. Сотрудники спецназа рассказали детям о своих тактических задачах и показали экипировку и оружие, которое применяют в реальных условиях. Здесь автомат Калашникова, пистолеты Макарова и Ерыгина. Здесь уже емкость 18 патронов. Если в этом 8, то в этом 18. И это более мощный пистолет. Он за счет своей мощности, за счет своей массы пистолета, он уже менее, более точный. Семикласснику Максиму Березовскому удалось даже примерить элементы боевой экипировки. Ощутив на себе весомый костюм, мальчик решил поступать в профильный институт. Но для начала надо заняться спортом. Вот это вот амбонирование очень много весит. Килограмм вот, вот этот бронежилет весит килограмм 10. Щиты тоже по 10 килограмм. Это все очень тяжело. У них трудная работа. Мне тоже бы хотелось на такой работе работать. После увлекательной беседы школьники провели собственную акцию «Забей на наркотики». Из знак отказа каждый смог заколотить в березовый пень по гвоздю. Пока ребята орудовали молотком, в театре кукол шло тематическое представление. Скажи наркотикам! Нет! Местные театралы выбрали игровую форму беседы с детьми на столь серьезную тему. О вреде наркотиков ненавязчиво говорили во время игр. Причем ребята здесь от первого до седьмого класса. Надо сказать, наркотикам нет, потому что наркотики приводят в состояние агрессии. Это может привести к плохим поступкам, к кражам или к катастрофам. В заключение праздника актеры организовали флэш-лоп и запустили воздушные шары в небо, чтобы еще раз напомнить человечеству, какой страшный недуг наркомания. Раз, два, три! Скажи наркотикам! Нет! Нет! Тема наркомании сегодня прозвучала во всех образовательных и культурных учреждениях Нефти Юганска. Актеры театра «Кукол» сейчас только наглядно продемонстрировали детям, как можно прожить яркую и красивую жизнь без употребления вредных веществ. К этой акции решила присоединиться и я и сказать наркотикам «нет». Светлана Ряписова, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». Они попали в беду, но помощь подоспела вовремя. 19 ребят находятся на лечении в реабилитационном центре «Независимость». В течение года все они живут по особому распорядку, учатся брать на себя ответственность и смело идут к новой жизни. Без наркотиков. Как проходят будни людей, которые хотят избавиться от зависимости, узнала Елена Раянова. Общение, эмоции и самоанализ. Можно сказать, что на этих трех китах держится реабилитация в центре «Независимость». По словам специалистов, тяжелые наркотики понемногу уходят в прошлое. Бич нашего времени – синтетика. Тяга к употреблению соли из пастов не проходит целых 6 месяцев. Поэтому увеличивается и время восстановления. До года. У нас уклон делается очень серьезный на анализ чувств. То есть, что происходит с человеком, что внутри его, что его чувства, о чем ему говорят. И определенное время уделяется именно на написание самоанализа, на ведение самоанализа, потому что это очень важно. Развитие, социальная адаптация. То есть, научиться разговаривать с людьми, с обычными. Потому что человек, который употреблял там полжизни наркотики, он привык общаться только на сленге. Резиденты центра, а это люди разного возраста, живут по распорядку. В юго-западной зоне, в стороне Су-62. С утра зарядка и пробежка, а затем заплыв в пруду. Причем как зимой, так и летом. Кто-то пришел сюда сам, устав от плохой и нестабильной жизни. Кого-то привели родственники. Но так или иначе, это дало ход самому главному – выздоровлению. За пять лет этот дом вернул к жизни и подарил надежду на счастливое будущее более чем ста зависимым людям. На ребятах веселые костюмы, сделанные своими руками. Неделю назад они готовились к главному празднику – пятилетию центра, который с размахом отметили 21 июня. В гостях принимали родных и близких. А до этого рисовали веселые плакаты, писали сценарий и разучивали песни. Продумали все до мелочей, даже меню. По словам резидентов, в центре все сделано для развития творческих талантов и способностей, а также для ведения полноценной жизни. У каждого здесь своя зона ответственности. Взрослые люди учатся жить заново и выполнять взятые на себя обязательства. Например, разводить цветы и ухаживать за животными. «Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю?» Тимур в центре уже полтора года. За это время он прошел путь от резидента до консультанта и уверен, что его опыт обязательно поможет другим ребятам. Добрый друг и наставник всегда поддержит в трудную минуту и поможет проанализировать эмоции. Тимур понимает, что из-за тяжелых наркотиков в 30 лет ему придется начать все с чистого листа, пойти учиться, а затем исполнить главную мечту – создать свою семью. Мне было трудно здесь что-то как-то делать, менять. Мне не хотелось вставать утром, заниматься физкультурой, еще что-то делать. Но по истечению времени я стал понимать. У меня стало меняться, мой взгляд стал меняться на жизнь. Я стал чувствовать по-другому вещи, я стал общаться, я стал видеть заботу, внимание тех ребят, которые выздоравливались здесь. И самое главное, я стал понимать, что можно жить без наркотиков, можно наслаждаться жизнью. На местном наречии Настя – волонтер. В ее обязанности входит распределение задач между резидентами. 11 лет назад она пристрастилась к спайсам, но сейчас почти освободилась от пагубной привычки. Совсем скоро Настя вступит в должность консультанта. Пришло время ей поделиться своим душевным теплом. Когда-то она даже начала учиться на воспитателя. Когда я в депрессии, я очень часто обращаюсь просто за помощью. Я хожу, разговариваю с ребятами, кому могу все вынести, все, что в душе накопилось. Также баня помогает, всем, наверное, помогает. Вечером скинуть какое-то напряжение, помолиться, искупаться в озере. Александр в подростковом возрасте попал в плохую компанию. Он начал с легких наркотиков, а потом ему предложили порошок потяжелее. Вот уже пять раз он начинал реабилитацию. И бросал. Но только не сейчас. Вне зависимости он держится девятый месяц. Говорит, с правильного пути сворачивать не намерен. В такой структуре я нахожусь первый раз, где углубленно изучается и внутренний самоанализ, и чувства, и с обидами работа ведется. Первый раз у меня. Я считаю, что продуктивность сейчас ведет. Я мечтаю, наверное, открыть свой бизнес какой-то. Постепенно я хочу закончить 10-11 класс, потом поступить на высшее образование, открыть какой-то свой магазин. Центр независимости программы лечения пришла из-за океана. Первыми делать шаги к выздоровлению начали жители Миннесоты. Всего нужно пройти 12 ступеней, обозначить свою проблему, выстроить доверительные отношения и помочь другим на основе собственного опыта. Здесь есть все для того, чтобы начать жить заново, без наркотиков. Не хватает только современного спортзала. В большом ангаре, предназначенном для этих целей, сейчас сушат белье. Боже, дай нам разум и душевный покой, принять то, что мы не в силах изменить, мужество изменить то, что мы можем, и мудрость отличить одно от другого. Спасибо! Кроме Центра независимости, обратиться можно за помощью в анонимные наркоманы. Специальные группы взаимопомощи работают во многих городах и поселках. Здесь ребята просто общаются и рассказывают о своих проблемах. Своим личным опытом с нами поделился один из участников группы. Он попросил отметить, что его мнение не относится ко всему сообществу в целом. Доброго дня! Добрый день! Наверное, вопрос, который будет интересовать зрителей, я первым его задам. Почему мы записываемся в такой обстановке, и в чем причина, почему ты не хочешь показывать свое лицо? Я знаю, что ты не стесняешься, а вот в чем все-таки причина? Почему именно так? Это какая-то философия сообщества ваша? Я не хочу открывать свою анонимность, но это, наверное, в первую очередь. А во вторую очередь, у меня есть общественная жизнь, и я не перед всеми готов рассказывать о своем прошлом, о своем настоящем. И, наверное, сразу расскажи немножко о себе. Как ты попал в это сообщество вообще? Что тебя туда привело? Как давно это было? Попал я в программу 7 лет назад. То есть, путь был 10-летний, да, я 10 лет употреблял наркотики. То есть, начал я в 11 лет. И, ну, сам процесс употребления, то есть, там были и судимости, да, там, преступный образ жизни. Ну, рос я на улице, да, там, как-то с парнями во дворе. Ну, и казалось мне все круто, все замечательно, да, там, до определенного момента, да. И я в итоге своего употребления пришел к тому, что мне, ну, стало очень одиноко, мне стало больно внутри, да. Мне, ну, не с кем было поделиться. Я был уверен, что меня не поймет ни один человек на этой земле. То есть, ну, до такой степени мои чувства были задавлены, да. И выхода я просто не знал. Ну, я переезжал в другие города, я пробовал, там, устраиваться на работу, идти учиться, да. И все мои попытки, они были тщетны, да. У меня как-то не хватало сил что-либо изменить в своей жизни. Вот. И как-то вот, ну, я был в революционной структуре, так получилось, что я туда попал. Мне парень рассказал, что существуют такие структуры. Я пробыл там год. Ну, это государственные были учреждения? Я был в государственном учреждении. И, ну, потом, после реабилитации, да, ну, я не знал, чем заняться на самом-то деле. Там были еще люди, мы там встречались, да, что-то пытались, но ничего у нас не получалось. И один из нас узнал, что есть такое сообщество, анонимные наркоманы, оно всемирное, да, оно есть по всему миру, оно есть и в России, да. Да, и вот ребята приехали с другого города и помогли нам открыть группу. Вот. И так зародилось наше, по крайней мере, в нашем городе сообщество, да, там, я сам с Нижнего Артовска. Вот. Это было пять лет назад. Да, в чем смысл, зачем оно нужно ваше сообщество? Почему, ну, какая необходимость в нем? Ну, я болен, да, болезнью. Мы называем эту болезнь зависимость, да, и она неизлечима, она смертельна. Там есть несколько остановок, это тюрьма и больница, да, и в итоге все заканчивается смертью. Но ее можно приостановить. Вот. И, так скажем, сообщество, да, там, это тот инструмент, то лекарство, там, тот антибиотик, который я принимаю. Ну, это программа «12 шагов». То есть у нас есть посещение собраний, и также у нас есть своя литература, где мы, с помощью чего мы учимся жить по-новому, да. Потому что, как показал мой опыт, я не то чтобы не мог жить с наркотиками, я не умел жить без них. То есть я перестал употреблять, для меня была вся, вся жизнь, все было новое, да, там, отношения с людьми, да, там, какие-то там социальные работы, учеба и так далее. Ну, я не мог, я просто не умел и не знал, как, да, мне было 20 лет, а что делать, я даже не знал, я не умел анкеты заполнять, да, там, потому что там я, у меня не было образования, я не образованный человек был. Вот. И, ну, вот, с помощью этих шагов я учусь жить, да, и у нас есть такое, какое-то волшебное, да, там, не знаю, не правило, да, а отдавая мы приобретаем. То есть нам очень важно в сообществе отдать тот опыт, который нам, ну, который мы приобрели. Вот с вами какие-то специалисты работают, или это основано все именно на вас? У нас нет специалистов, у нас, помимо 12 шагов, у нас есть 12 традиций, которые оберегают наше сообщество от внешних факторов. Ну, то есть у нас нет каких-то религиозных взглядов, да, у нас любой, ну, человек может вступить в сообщество, неважно, там, в какого бога он верит, и верит ли он вообще в бога на самом-то деле. Вот. И, ну, эти традиции, они помогают сохранить и уберечь наше сообщество, чтобы оно оставалось таким, какое оно есть сейчас, да, ему, там, в 1953 году было открыто собрание, да, там, в Америке, а в 1990 году в Санкт-Петербурге была первая группа. То есть 24 года эти традиции, да, там, помогают в России сохранить сообщество, там, более 60 лет во всем мире. А какие у вас ребята, ну, если брать по социальным категориям, это все, у кого все было в жизни, ну, плохо, там, тюрьма, преступления и так далее, там, подобное, или разные люди? На самом деле нет, ну, вот, там, мое наблюдение, что вообще неважно, то есть абсолютно, да, там, с полноценной семьи или, там, одиночка или с детского дома родители хорошо зарабатывают или плохо, есть ли образованный человек или нет, но это вообще никакой роли не играет. Ну, то есть мы даже не интересуемся, как человек приобрел эту болезнь, да, там, ну, потому что это разными способами, разными путями. А о чем вы говорите тогда? Ну, вот, допустим, вот, первое собрание пришел человек, что дальше происходит? Ну, если приходит, ну, самым важным человеком в нашем собрании это является новичок, да, это человек, который впервые пришел на собрание. Мы делимся именно опытом, как мы попали в эти стены, да, и для чего мы остаемся в этих стенах. А так, вообще, терапевтическая ценность одного зависит на другому. То есть можно прийти, задать тему, которая тебя интересует, и получить ответы буквально на все вопросы. Да, кто, как справлялся, там, с теми или иными ситуациями. Ну, в жизни бывает по-разному, да, бывает, что очень хорошо, да, там, а бывает, что приходит боль, да, там, мы теряем близких людей, там, там, разводимся, теряем работу. Ну, и эти моменты, они, ну, могут привести, да, там, к возврату. Ну, и как-то мы делимся и общими силами, да, там, справляемся с этим. Хотелось бы, наверное, спросить еще о том, в какой момент вообще происходит этот щелчок, когда ты понимаешь, что все, либо сейчас я все брошу, либо уже все никогда. И как вообще к этому приходишь ты? Ну, щелчок, на самом деле, он происходил неоднократно, да, то есть, ну, я как говорил, что были попытки прекратить. Ну, когда я видел, что моя жизнь неуправляемая, что все мои близкие страдают от моей зависимости, да, то, что, ну, моя жизнь просто бесполезна, да, и везде, где был я, везде был черный шлейф, да, то есть, я везде, ну, оставлял разруху, то есть, я там, втирался в доверие, обманывал людей и так далее. Ну, везде, я не мог ничего с этим поделать. Ну, тогда я понимал, что мне нужно остановиться, но сил у меня у самого не было, я не знал, как с этим справиться. Я пробовал, вечером принимал решение, что все, сегодня был последний раз, а утром мне звонил телефон, и я опять шел на движуху, ну, то есть, это все происходило изо дня в день. Десять, там, двенадцать лет назад, это действительно все было актуально. На твой взгляд, сегодня, как обстоят дела именно с развитием, с распространением наркотиков в городе, как молодежь начинает относиться к зелью, к этому? Ну, твое мнение просто личное. Мое личное мнение, ну, у меня, если честно, я даже не задумываюсь об этом, да, на сегодняшний день, ну, как-то я не анализирую, да, ну, что, я вижу, что, ну, наркотик меняется, да, но, в принципе, мы решаем проблему-то не наркомании на наших собраниях, да, наркомания для меня была просто лекарством от болезней зависимости, да, то есть, я был болен далеко до первого своего употребления. И, ну, у меня нет какого-то определенного взгляда на те вещи, которые происходят, да, я больше задумываюсь, как я могу помочь, да, там, тем людям, которые уже втянулись в это. А вот с новыми наркотиками синтетическими, там, спайсы, соли, приходят ребята? Да, разные ребята приходят, конечно, конечно, ну, у нас постоянно есть поток, ну, новичков. Ну, у нас есть такие определенные правила, мы не спрашиваем, какие наркотики вы употребляли, с кем вы их употребляли, да, там, что вы делали до того, как пришли в сообщество анонимные наркоманы. Ну, нас это не интересует, мы не задаем такие вопросы. Как вас найти? Мы есть в интернете, то есть можно в любом поисковике вести анонимные наркоманы, причем любого города, любой большой город, да, там, ну, более 100 тысяч населения, сейчас есть собрание анонимных наркоманов. Есть дубль ГИСи, есть, ну, информационные линии. Ну, номер телефона, да, мы предоставим, как бы он, наверное, где-то сейчас уже на экране, вот, поэтому ребята смогут позвонить, а так почти в каждом городе, да, есть. Вы как-то общаетесь между собой? Да, у нас есть структура, мы взаимодействуем, да, и как-то, ну, развиваем наше сообщество. Бывает же, что я переехал, да, например, я ходил в группу в Нефтьюганске, уехал в Санкт-Петербург, я могу найти такую же группу, да, да, то есть мы, ну, вот у меня есть собственный опыт, когда приезжаешь, у тебя уже есть друзья, ты ни разу не был в этом городе, но у тебя уже есть друзья, да, это прям дорогого стоит на самом-то деле. У меня, на самом деле, вопросы все, я бы хотел попросить тебя что-нибудь пожелать телезрителям, те, которые нас сейчас смотрят, независимо от того, зависимы ли они от чего-то или нет. Ну, я, наверное, хочу пожелать быть свободными и счастливыми людьми, да, все остальное прибудет. Все, спасибо. Спасибо огромное. Тест на ВИЧ за 15 минут. В Международный день борьбы с наркотиками Центр медицинской профилактики провел традиционную акцию «Узнай свой ВИЧ-статус, оставайся здоровым». К фонтану выехала передвижная лаборатория со всем необходимым. Охотно ли нефтьюганцы проверяются на вирус иммунодефицита человека? Смотрите в нашем следующем сюжете. Тест-полоска, специальный раствор и легкая безболезненная игла. Вот чем орудовали медики на выезде. Машина скорой помощи расположилась возле спорткомплекса «Сибиряк». В какой-то момент перед неотложкой даже выстроилась очередь. Но ждать долго не пришлось. Вся процедура занимает не больше минуты. Психолог должен подготовить участников акции к любому вероятному результату, как отрицательному, так и положительному. Только после этого лаборант берет кровь из пальца. Отметим, тест на ВИЧ по закону – дело добровольное, а выездной лаборатории еще и анонимное. Наш город Нефтьюганск среди городов севера занимает лидирующее место по ВИЧ-инфекции. И довольно-таки возраст молодой – от 18 до 39 лет. У нас на сегодняшний день около 3000 человек ВИЧ-инфицированных. Здравствуйте! У нас сегодня проходит акции. Дополните, пожалуйста, руки. А где-то к чему? ВИЧ-инфекция через ВИЧ-инфекцию. Ты знаешь, да мы же опытные будем. На площадке возле фонтана активно работали волонтеры. Они раздавали памятки и проводили анкетирование, раздавая опросник для проверки знаний населения по проблеме СПИДа. Самая распространенная ошибка нефтьюганцы считают возможным заразиться через укус комара, что не соответствует действительности. ВИЧ передается только от человека к человеку. Когда ставится диагноз ВИЧ-инфекция, жизнь не заканчивается. Люди, которые страдают данным заболеванием, при соблюдении условий, то есть посещении вовремя врача, может быть, какой-то коррекции противовирусными препаратами, люди продолжают работать, учиться, женщины рожают детей. Действительно, если ВИЧ-инфицированная женщина соблюдает рекомендации врача, то риск родить больного ребенка составляет всего 4%. Заболевание неизлечимо, но благодаря правильной терапии оно прекращает прогрессировать на долгие годы. Елена Раянова, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». Веселые и находчивые нефтью «Юганска» готовятся отметить День молодежи. В преддверии праздника замыкает серию сюжетов о самых активных людях нашего города материал о капитане команды КВН Винни-Пух и его друзья. Несомненный лидер в этой команде Вадим Нагаев, капитан и неутомимый шутник. В КВН играет около 10 лет и только три года назад появилась собственная и уже полюбившаяся всем нефтью «Юганцам» группа веселых и находчивых – Винни-Пух и его друзья. Я не помню ее. Команду собрал, я говорю, да. Давай, говори название, я сейчас должна оформить документы, чтобы передать там на заявку какую-то оформить. И что первую в голову пришло, я сказал, ну, Винни-Пух и его друзья как бы. Оно так и осталось, и я думаю, сейчас уже менять не стоит. Хорошее название, люди как бы, так скажем, болельщики знают уже нас под этим названием. Название появилось за доли секунды, а теперь Вадим у всех ассоциируется с веселым мишкой. Хотя в жизни у КВНщика серьезная профессия – инженера отдела эксплуатации. Говорит, любит спорт, книги, мог бы вышивать и петь. Но нет времени. Даже шутки порой приходится придумывать прямо на сцене. Полная импровизация. Если забыл слова, ты примерно знаешь, о чем речь идет. Импровизируешь, дальше текст просто из головы, ну, как-то так, выкручиваешься. Друзья Винни-Пуха – это Александр Сикоренко, первый, кто согласился пойти в эту команду. Лина Нигматулина – танцевальная находка и фишка коллектива. Невидимый зрителю, но самый звучный участник – звукорежиссер Александр Игнатов и уникальный театрал Николай Панченко. У вас хурма свежая? Конечно, свежая. Зеленая? Давайте мне одну. КВНщики предпочитают делиться жизненными хитростями и рассказывать самые неожиданные секреты успеха. Однажды ребята показали, как заставить танцевать нетанцующего человека. Я не буду танцевать, вы что? Дорогой, представь, что моя мама уехала. Уехала она, ты не знаешь, ты не знаешь. И ты не поехал ее промажать на вокзал. Мало кому известно, что в этом номере Вадим Нагаев в пластинах КВЭ-щица из Пытьяха, потому что свои потерял прямо за кулисами. Однако диплом абсолютного победителя у него в руках. И это уже традиция. Мария Сераева, Светлана Ряписова, Александр Гордеев, телерадиокомпания «Юганск». Показательные пируэты на БМХ, музыкальные выступления рок-исполнителей и общегородская разминка. Это лишь часть праздничной программы на День молодежи. Место встречи – площадка возле кинотеатра «Юган». Старт в субботу, 28 июня в 16.00. В центре города развернут сразу несколько площадок. У кинотеатра «Юганск» состоится официальное открытие праздника и инструментальный концерт с участием популярных среди нефтеюганской молодежи творческих коллективов. Одновременно возле спорткомплекса «Сибиряк» пройдут спортивные состязания, где в силе и ловкости смогут поупражняться все желающие. А возле банка ВБРР активисты проведут детскую игровую программу. В то же время молодогвардейцы «Единой России» устроят общегородскую разминку под руководством профессионального фитнес-инструктора. А на скейт-площадке возле бывшего ДК «Строитель» свои лучшие трюки покажут скейтеры, роллеры и беймиксеры. Также организаторы Центра молодежных инициатив откроют свободный микрофон для желающих поздравить с праздником своих друзей и близких. И последнее. 29 июня на Центральной площади группа помощи бездомным животным проводит выставку-раздачу кошек и собак. Все подопечные волонтеров привиты и стерилизованы. Начнется акция в час дня. На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас нефтьюганский». Делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Отличных вам выходных и до встречи в эфире.